Почули запах газа. По какому номеру нужно позвонить? 104. Во время урока в 126-й школе сработала пожарная тревога. Детей она не испугала, несмотря на то, что была внеплановой. Сигнализация сработала из-за отключения электричества. Сразу приехала Росгвардия и представители пожарной части. Мы были предупреждены, что в течение двух дней будут происходить ремонтные работы электрических сетей. И в результате отключения по всей школе электрических сетей произошла сработка. Но ребята уже приучены, поэтому как только они услышали сигнал, то, безусловно, они сразу же пошли по путям эвакуации. Очень часто нас, например, упрекают, что учителя, дети знают, когда, что будет, поэтому они там хорошо эвакуируются. Но вот сегодня вы сами были свидетелями того, что это абсолютно внезапно прозвучало. Вы видели, что дети очень дисциплинированно спустились, помогли детям одеться и уже были готовы выйти, в общем-то. Тревога сработала как раз в тот момент, когда инженеры Управления пожарной безопасности объясняли четвероклассникам, как вести себя в местах массового скопления людей. Специалисты провели необычный урок. Знаниями ребят они остались довольны, как и эвакуацией. У нас только одна оценка удовлетворительная, потому что у нас либо неудовлетворительный удар, всегда хорошо не бывает. Самое главное, и сотрудники отреагировали, и дети в том числе. Они знают, как себя вести благодаря подобным встречам. Сегодня сотрудники Управления пожарной безопасности рассказали ребятам про знаки эвакуации, куда звонить в случае ЧП и какую информацию сообщить диспетчерам, адрес, возраст, имя. Также необходимо объяснить ситуацию и обязательно сообщить, если рядом с вами еще кто-то находится. Понравилось то, что раздали вот такие журнальчики. Потом понравилось то, что к нам приходил из пожарной части. И понравилось то, что сегодня нам очень рассказали такие очень важные вещи даже, которые нужно немедленно использовать. Если начинается пожар, не надо паниковать, надо уходить спокойно, бежать по лестнице до запасного выхода, позвонить пожарной охране. 101, 01, 112. Надо выключить источник газа и открыть поскорее окна. Если тепло, лучше выйти на улицу, чтобы не дышать газом. Одеждой буду покрывать носом и ползти на балкон и кричать пожар, помогите. Как статистика показа, дети более правильно себя ведут в чрезвычайных ситуациях. Когда происходят, допустим, учебные у нас тревоги и так далее, вот родители, они более сплошенно бывают, в то время как дети абсолютно спокойно, свободно они выходят. Такие занятия проводят не только для школьников, но и родителей и учителей. На родительских собраниях и педсоветах рассказывают, как обеспечить безопасность ребенка, когда он остается дома один.